В городе Магнитогорске большое количество автомобильных сервисов К другу и все прочее есть люди, которые машины красят Ну, дай бог, чтобы оно так и было А сколько таких людей в программе «Автостоп»? Сколько? Ну да нисколько, потому что я ко всем расскажу, захожу, объясняю Ииии, какие-то такие тараканы в головах Я говорю, если вы хорошо работаете, почему бы вас не показать? Ну, не в том суть дела Мы приехали сюда и отдал свою машину подремонтироваться И я бы ничего не говорил, но то, что они сейчас показали То, что они открыли пороги в машине достаточно большое количество времени И сейчас я вижу, что до туда я не налазил То есть это грамотно Где все это делается? Сейчас покажу, где все это делается Это центр города, до ленты 250 метров Бориса Ручева, вот здесь вот 150 метров Дома МТМ, помните, 16-этажка стояла Я всю жизнь говорил, когда она закончится, тогда кризис у нас закончится Тем не менее, ее закончили Что касается кризиса, у нас тут своеобразные проблемы Вот, оттуда до сюда, в сторону старой магнитки, ну метров сто И вот вы понимаете, где ваша машина красится Так вот она и красится То есть здесь работают, здесь люди вам демонстрируют, что можно сделать вашу машину качественной и быстро Итак, начнем разговор с вопроса о покраске Уж поверьте мне, я в реальности понимаю, что в салонах, в новых салонах 30% машин стоят покрашенными Потому как несколько факторов Первый – грязь Фактор 2 – человек И фактор 3 – косяки от перевозки Да, это немного, но даже в салоне вы не увидите покраску Теперь другой вариант Машина выехала и сразу она потеряла в цене По-другому и не получится И вот, когда вам говорят, что с машиной ничего не делалось, поймите, это бред Крайне редкий результат, когда машина просто стояла И то, косяки найти вы сможете Да понять-то надо, все машины красились Теперь, сколько салонов вам это гарантирует? Их немного И понятно, что салоны прогибают покрасчиков Просто отдали машину, а дальше пофиг Что делают покрасчики, так же их и красят А сколько их? Много, да Полили сверху лаком и полирнули Да вот и все А сколько нормальных клиентов работает с автостопом? А вот это другой вариант И их немного, и не каждому я отдам свой автомобиль Я так понимаю, вы машины ремонтируете, в отличие от других? Ну, я не знаю, как другие, но мы машины ремонтируем быстро, в срок Стараемся не затягивать, так как в нашей экономической нестабильной ситуации некогда А как мы можем людям помочь, понимаете? Вот у человека, ну, бывает такая ситуация, что он готов деньги выплатить, да? Ну, буквально там 2-3 месяца или, допустим, в течение 2-3 месяцев он деньги соберет Ну, мы в этом случае пошли своим клиентам на встречу Предоставляем рассрочку от 3 до 5 месяцев То есть все без проблем, человек оплачивает только материалы А остальная сумма разбивается на ежемесячный платеж И за 3-5 месяцев человек рассчитывается спокойно с нами Я прекрасно понимаю, что за вашей спиной нет автомобиля То есть вы работаете, да? Вы не купите эти машины? Ну, во-первых, некуда их тут ставить нам И зачем тут складировать что-то? Человек приехал по записи, в определенное время оставил машину 3-4 дня В зависимости от сложности работы, машину сделали, уехал, и уехал человек А есть такие варианты, допустим, ну, у человека, каска, да, допустим И он готов восстановить себя, купить новую машину, такое бывает часто, да? Можете ли вы эту машину купить? Без проблем, у нас услуга автовыкупа Мы выкупаем как целые машины, так и в аварийном, в битом состоянии По высокой цене, переоформление, расчет на месте, прямо здесь Да, я свою машину сюда отдал Да, вы поймете, я проверю результат И потом с гарантией автостопа вы свою машину и сделаете Потому что я гарантирую вам качественный вариант покраски вашего автомобиля По сути-то я являюсь коллекционером И вы должны понять, что круче автостопа больше никого-то и нет Я даже не собираюсь продавать свои автомобили, поскольку это раритет И пусть он достанется сыну По одной простой причине Вы должны понять, на чем мы ездили На нормальных автомобилях из стали А не на последних сублимированных авто Так что поймите, кого я пиарю И о чем мы сегодня говорим? Мы говорим о том, что здесь машины ваши делаются Здесь есть замечательная покрасочная камера Здесь замечательные японские пистолеты Сата и Ивата Кроме всего прочего, здесь машины ваши делаются К сожалению, солнышко прыгает Поверьте мне, попробуем все это дело дальнейшим образом компенсировать Потому что работу я один Камера стоит передо мной на штативе Ну, вот так и получается Хорошая передача снимается Вот так, своеобразно Ну да ладно Скоро у меня тоже появится нормальный оператор И будем нормально работать Другой вариант Вы ломанули свою машину Где вы ее будете делать? Ходить туда, где ваша машина будет стоять полгода или год? Ну, не знаю, не знаю Это ваша проблема Вам решать Гораздо проще сюда приехать Расстояние небольшое Центр города До ленты 250 метров До Бориса Ручьева 150 метров Там стоит Вот Понятно, да? Сюда заходите и делайте свои машины Возникает вопрос Как вы рассчитаетесь? Ну, рассчитаетесь, естественно Это будет ваша проблема Хотя я вам бы сказал Что все-таки давайте без тараканов Пришли, сделали и рассчитались Тем более, рассылочка есть Вот Во всем остальном Ну, я бы вам сказал Как ездить надо Ездить надо аккуратно Хотя, с другой стороны Даже если вы ездите аккуратно У нас в городе Очень большое количество Этих Странных товарищей Типа Дай дорогу дураку Блин Ну, не хотелось бы вам Давать дорогу Вот Ну, и даже если Что-то случится И даже если Страховая компания Вам это дело Все сделает Я вам объясняю ситуацию Со страховой компанией Вы сами можете разобраться Никого не надо Поверьте мне Когда вы приходите В суд Человек прекрасно понимает Что Лучше Разобраться С вами А не С представителем Тем более Представителей Адвокатских контор В городе Не существует Все те люди Которые являются Адвокатами Это не адвокаты По сути То есть Гораздо проще Будет вам Все самому сделать А машины Делайте здесь Продолжение следует